Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня будет обзор новых смарт-часов Kislect Watch KR Pro от компании, входящей в экосистему Xiaomi. Из ключевых фишек яркий, даже слишком яркий AMOLED дисплей. Bluetooth звонки со смарт-часов, защита IP68, металлический корпус, полноценный голосовой помощник на русском языке и многое-многое другое. Как всегда, проведем все тесты водонепроницаемости, точности измерения пульса, чтобы точно знать, хотите вы эти смарт-часы или нет. Погнали! Два слова комплектации, друзья. Приходят вот в такой цветастой коробочке, внутри нас ждут, собственно, сами смарт-часы, кабель зарядки и второй комплект ремешков. О них расскажу чуть позднее, да, здесь два комплекта сразу изначально. На руке сидят очень хорошо и смотрятся стильно. Супер яркий AMOLED дисплей 1,43 дюйма с отличным разрешением 466x466, на солнце все видно отлично. Автояркости нет, друзья, но сам по себе запас яркости просто огромный, даже как по мне здесь это перебор. Носил всегда с нулевой яркостью, этого хватает за глаза. Сама настройка явно хромает. С нуля до единицы чувствуется подъем, что становится ярче, а потом просто как будто на одном и том же уровне. Есть функция Always on Display, но с небольшими подвохами. Первое, это то, что существует всего два варианта, один цифровой, другой аналоговый, ну и ладно, дай бог. А второе, это то, что сам производитель предупреждает, что зарядку эту функцию съедает, дай боже. По отзывам, включенный Always on Display хватает на пару дней. Рамки стали меньше, и это уже лучше, потому что в обычной версии, непрошной, которая сегодня на обзоре, были уж слишком большие. Рама корпуса металлическая, снизу находится пластик. Есть две физические кнопки, верхняя у нас прокрутка, и нижняя просто для нажимания. Функционал их обязательно разберем чуть попозже. На одной стороне находится микрофон, на другой динамик. Есть возможность совершать и принимать звонки непосредственно со смарт-часов. При входящем вызове его можно либо принять, либо сбросить, либо ответить заранее заготовленным сообщением. Это плюс. Качество связи, в принципе, нормальное, но микрофон немножко тихий, надо говорить ближе. Алло, привет! Да, привет! Как слышно? Ну, более-менее. Не сказать, что хорошо. Шумы есть? Не то, что шумы, как-то очень тихо. Ага, тихо. А если вот так поднесу поближе? Вот так получше. Всё понятно. Короче, чтобы разговаривать, надо держать у рта. Ну, оно разборчиво, но всё равно хотелось бы погромче. Чтобы совершить звонок самостоятельно, опускаем шторку, переходим в пункт со звонилкой. Здесь всё просто. Есть номеронабиратель. Что-то набрали, позвонили. Далее можно выбрать любой номер из истории звонков, посмотреть, какой недавно был, и набрать ему соответственно. Также есть адресная книга. Через приложение, с которым работает данные смарт-часы в телефоне, можно добавить сюда до 100 любых номеров и звонить. Четвёртый пункт – это переключатель. Если вы здесь отключите кнопку, то уберётся всё аудио, всё медиа, и смарт-часы будут просто смарт-часами, без каких-либо звуковых эффектов, в том числе и звонков. Версия Bluetooth 5.2 – это отлично. Проверить разрыв можно вот по этому значку. Зелёный в порядке, белый – не в порядке. Сигнал о разрыве в виде вибро или какого-то оповещения нет. NFC также нет, GPS тоже нет. Теперь давайте проверим уведомление. Как читается, что читает, всё ли видно, есть какие-то или негативные моменты. Отправляем вот такое большое уведомление на смарт-часы и смотрим, что получается. Уведомление, как это обычно заведено, находится снизу. Как видите, значок WhatsApp поднимает, значок Telegram через раз. Проваливаемся. Сообщение читает не полностью. Прокрутить или нажать нельзя, а вот всё, что помещается на одном экране – это всё, что есть. Шрифт по яркости и чёткости – отлично, но, как мне кажется, всё-таки немножко мелковат, хотелось бы чуть-чуть покрупнее. Ответить за ранее заготовленным сообщением нельзя. Странно, при звонке это было можно сделать, а тут нельзя. Ну да ладно. Эмоции смайлики не понимают, фото также посмотреть нельзя. Вместо смайликов будет пустота, при получении фото будет надпись «Фото». Друзья, теперь что меня опечалило касательно уведомлений. Вы можете получать уведомления только от небольшого количества приложений. Как видите, здесь есть, например, контакт, есть WhatsApp, хорошо, но половина таких, которые мы не знаем и не пользуемся. Есть возможность добавить другие. Вот я добавлял, да, бета-версию Telegram, но, опять же, здесь они абсолютно не все. Здесь, друзья, нет ни одного банка, то есть все вот эти пуш-уведомления вы не сможете там читать. Здесь нет, к примеру, Авито, то есть если вы размещаете часто объявления, вы это не увидите. Также, что мне было неудобно, здесь нет обычного стандартного гугловского приложения «Будильник». То есть, если вы заводите вот этот гугловский будильник стандартный, да, он срабатывает, то на смарт-часах он тоже передается обычно, вы там можете отключить, что-то с ним сделать. Здесь, если будильник на телефоне сработал, на смарт-часах сигнала никакого не будет. В целом, впечатление от уведомлений на среднем уровне. Да, хороший, яркий экран, но нельзя полностью прочитать, нельзя получить от всех сообщений и нельзя ответить на них заранее заготовленным сообщением. Вес смарт-часов почти 58 грамм, габариты вы можете увидеть на экране. Ремешки стандартные, 22 мм. Приятно, что в комплекте идёт их сразу два. Один стандартный силиконовый и один на магнитах двухсторонний. Я ходил именно с ним, очень удобно и комфортно, подойдёт на любую руку, быстро застёгивается, быстро застёгивается, не знаю, мне прям очень понравился именно вот этот магнитный ремешок. Степень защиты IP68, как всегда, провёл небольшие тесты, поддержал смарт-часы под струёй воды в течение 10 минут. Всё работает отлично, то есть никак это не сказалось на работоспособности устройства. В смарт-часах есть голосовой помощник, и что приятно, он может спокойно работать с телефоном и даже разговаривать с вами на русском языке. Находится он почти в самом конце виджетов. Нажимаем. Скажи, пожалуйста, какая погода на Гаити? Что касается измерения пульса, как всегда, будем сравнивать его с показаниями на грудного пульсометра, данные которого всегда самые точные, вы их всегда будете видеть на своём экране. В спокойном состоянии пульса определяется правильно, с небольшим разбегом в 2-3 единицы тут, в принципе, всё нормально. При небольшом повышении пульса, сделав 40 поседаний, ситуация следующая. Когда вы повышаете активность, то смарт-часы немножко не успевают фиксировать изменения в пульсе. Но, когда пульс становится стабильным, пусть и высоким, то снова всё плюс-минус в порядке. В тренировках смарт-часы отработали практически идеально. Вы можете видеть сравнение данных на грудного датчика и смарт-часов. В самом начале вы можете заметить небольшой хаос. Всё это от того, что начал тренировку, застегнув часы, как обычно. Хотя для правильного определения пульса надо одевать вот здесь вот, чуть выше вот этой косточки. И после того, как я это сделал, результат бьётся практически 1 в 1 с грудным датчиком, что, честно, довольно-таки круто и приятно. Подсчёт шагов отличный. Ну что, 2194 шага, давайте пройдёмся 300 и проверим. 2194. Ну что же, 300 шагов пройдено, на часах 302 шага, что, в принципе, является хорошим результатом погрешности маленькой. Вибрация плюс-минус нормальная, но мне всё же хотелось, чтобы она была чуть посильнее. К сожалению, никакой регулировки нет. Есть возможность поставить звуковое сопровождение, включив этот оптурингтон, как на звонок, так и на получаемые уведомления. Друзья, если хотите покупать цифровые гаджеты намного дешевле и со значительными скидками, то приглашаю вас на свои ресурсы. Это телеграм-канал Скидоша, где я каждый день выкладываю отличные приложения со скидками, акциями, купонами, промокодами, как с Алиэкспресс, так и с российских торговых площадок. Хотите покупать намного дешевле? Присоединяйтесь. И второй канал с анонсами всех видео, новостями цифровыми, различными моими мыслями и полезными инструкциями. Каждые 2-3 месяца проводится розыгрыш смарт-часов. Ссылки в описании и в закреплённом комментарии. Там же есть ссылки на аналоги данных каналов ВКонтакте, если вам там удобнее смотреть. Емкость аккумулятора 280 мАч и, как мне кажется, всё-таки маловато. AMOLED дисплей, яркий дисплей, поэтому требует значительных ресурсов. У меня были включены абсолютно все мониторинги, кроме стресса, и была одна тренировка в 40 минут. Заряд в день уходит примерно по 25%, поэтому хватает его на 4 дня. Но, как я уже говорил, если вы будете пользоваться Always-On Display, то не более двух дней. Режима энергосбережения нет. Кабель зарядки магнитный, обычный, время полной зарядки от 0 до 100 где-то около двух часов. Но теперь давайте быстренько пробежимся по меню, здесь всё просто и понятно. Сверху находится центр управления, это фонарик. Доступ к режиму не беспокоить, доступ к Bluetooth звонкам мы здесь уже были, настройки яркости. Быстрый доступ к настройкам часов, здесь у нас циферблата, тема Always-On Display, настройка яркости, тайм-аут экрана, настройка звукоинформации, включить, сбросить, загрузить приложение, задать пароль. Снизу все наши уведомления, здесь мы уже были. В правой стороне находятся виджеты, ваш активный задень, пульс, кислород, сон, управление музыкой. Вот это как раз голосовой ассистент и погода. А ещё есть две игры, но они в принципе немножко бестолковые. Что ещё здесь хорошо или плохо, провалиться нельзя. То есть всё посмотрели, всё что есть на главном экране, здесь задали определить можно, но посмотреть какие-то дополнительные сведения вы не сможете. Раз уж мы добрались до виджета с музыкой, мы можем управлять музыкой, которая играет на смартфоне. То есть это переключить трек, вперёд или назад не важно, ну и также можно увеличивать, либо уменьшать громкость. Возможности загружать музыку на сами смарт-часы нету, но можно слушать через динамики часов, вот так это выглядит. Также, конечно, есть возможность удалённого управления камерой смартфона. Чтобы сделать фотографию, достаточно просто потрясти, к примеру. Как видите, отчёт уже пошёл. Можете нажать, можете потрясти, это не принципиально. С левой стороны как раз находятся все основные функции смарт-часов. Это ваши тренировки, это состояние за день, что вы смогли сделать. Сос, телефон, пульс, то есть мы здесь уже всё были, причём пульс даже здесь, не только в виджетах, а здесь тоже никуда проваливаться нельзя, просто можно измерить. Кислород в крови. Погода, с погодой есть небольшая проблема, она не всегда сама по себе обновляется. Иногда, чтобы погода обновилась в виджетах или где-то вудись, вот, надо открыть приложение, через которое смарт-часы работают с телефоном. Далее у нас есть музыка, мы это разобрали, история сообщений, будильник. Будильник настраивается только в смарт-часах, то есть вы можете его настроить, да, включить, что здесь надо. С приложения, с телефона будильник не настраивается. Давление, это совсем не давление, а какое-то измерение стресса непонятное. Опять же, стрейнчество, отдыхание, ну всё это уже лирика, голосовой помощник. В дополнительных возможностях есть три хорошие функции. Это секундомер, который не работает в фоне, соответственно, если вы запустили, вы можете только смотреть на него. Дальше есть таймер, который работает в фоне, это хорошо. Ну, ещё есть калькулятор, в принципе, удобный, да, большие цифры, большие это всё, ну, как бы, пользуясь калькулятором, в принципе, удобно. Верхняя физическая кнопка имеет несколько функций, это включить, выключить экран. Если вы находитесь в каком-то меню, то это шаг назад. При длительном нажатии срабатывает функция включения-выключения смарт-часов. Ну, если будете просто крутить, то будет меняться цифербат. Вот. Нижняя кнопка – это просто быстрый доступ к тренировкам. Никаких дополнительных функций её нет, перенастроить её тоже нельзя. Есть три различных варианта отображения вот этого меню. Возможно, вы выберете тот, который нравится именно вам. Это стандартный, вот такой классический, можно сказать. Далее будет вот такой хаос из одних иконок, да, попробуйте, как говорится, найти то, что вам нужно. Ну, и третий вариант, в принципе, более-менее удобный. Это по кругу, то есть вы можете выбирать то, что вам надо, это будет отображаться в центре. Индикатора непрочитанных уведомлений нету, разблокировки смартфона по Bluetooth нету, менять сторону ношения тоже нельзя. Смарт-часы работают со смартфоном через приложение Glory Fit. Настроек здесь не очень много, всё по минимуму. На главной странице – это отображение всех наших измерений, всех наших мониторингов. Здесь уже, соответственно, можно зайти, провалиться, посмотреть каждый день, что было и что есть. То же самое можно сделать, соответственно, со сном и так далее. Следующая страница посвящена тренировкам, но настроек здесь тоже очень и очень мало. Здесь у нас с вами задать цель, время, расстояние или сжигание жира, то есть сколько калорий потрачено. И здесь настройки тренировок. Опять же, по большому счёту, касаемо озвучивания тех результатов, которые вы добились. Третья вкладка устройства посвящена как раз уже настройке самих смарт-часов. Разбирать конкретное мы не будем, потому что их здесь, ну, в принципе, очень много. Единственное, что давайте зайдём на стройку часов. Здесь как раз находятся все ваши циферблаты. И здесь, наверное, порядка 150 штук. В основном, конечно же, все китайские, но, в принципе, как можете вот увидеть, да, есть и вполне нормальный циферблаты с цифроками, со всякими мониторингами. То есть всё это очень хорошо. В графе кастомизации вы можете создать свой собственный циферблат, но изменить можете, по большому счёту, только задний фон и цвет шрифта. Расположение поменять нельзя. Что касается отслеживаемых показателей, мониторинг пульса у нас с вами будет автозамером. Через какой промежуток он измеряется, непонятно, но автоматически уже хорошо. Настройка кислорода в крови также будет измеряться в автоматическом режиме. Тоже это здорово. Но четвёртая вкладка – это уже настройки непосредственно разрешения, которые необходимы к приложению, и самого приложения. 70 видов различных тренировок. Есть абсолютно всё, даже то, что не надо, там, какой-нибудь крикет и всё остальное. Но, несмотря на защиту IP68, плавательных тренировок, к сожалению, нет. Каких-то настроек сделать в тренировке со смарт-часов нельзя. То есть мы просто с вами выбираем необходимую нам активность, идёт обратный отчёт, и всё, мы побежали. Экран тренировки стоит из двух частей. На первом видите время, количество шагов и текущий пульс. И дальше количество калорий. Здесь дали темп у нас и сколько километров. Результат тренировок не сильно информативен. В принципе, всё, что отображалось на двух экранах, всё это есть и в результатах. Также вот во второй колоночке можно увидеть динамику изменения пульса. Всё. Больше никаких данных по тренировкам нет. Ну что ж, давайте заканчивать и переходить к выводам. Что не понравилось, не беря в расчёт того, чего здесь вообще нет по типу GPS или NFC. Сейчас скажут, что зажрался, но это яркость экрана. Даже на минимальной настройке он слишком яркий. И его реально можно было бы без ущерба сделать менее ярким и сэкономить заряд. Исходя из этого слабый аккумулятор, 2-4 дня всё-таки это прерогатива яблочных телефонов. Китайские должны держать и брать автономностью. Нельзя прочитать полностью уведомления. Также нельзя настроить, что уведомления приходили ото всех нужных приложений. Хотелось бы чуть покрупнее шрифт и нет плавательных тренировок. Кто-то может увидеть на экране шим сильный. Но это AMOLED дисплей. К сожалению, большинство смарт-часов с AMOLED экранами подвержены вот такому шиму. Но так как мы смотрим на них на 2 секунды, то, как по мне, это не сильно страшно. Из плюсов, как это ни парадоксально, но опять же, хороший, очень яркий AMOLED дисплей. Вот такая получается ситуация, что это и плюс и минус данных смарт-часов. Очень хорошая плотность пикселей, металлический корпус, защита IP68, достойный подбор хороших циферблатов, что не всегда удается сделать китайским друзьям, возможность совершать звонки по Bluetooth и очень точное измерение пульса. Поэтому, думаю, свой покупатель у данных смарт-часов обязательно найдется. Спасибо, что смотрели. Ссылки на смарт-часы, конечно же, под видео и в закрепленном комментарии. Всех благ вам и удачи. Пока-пока.